Мы приехали в Краснодар, разгрузились и едем по окраине. Девчат, тут такой аромат стоит, ну вот просто, просто невыносимо. Воняет канализация ужасно, даже с закрытыми окнами невозможно ехать. Запах такой. И как тут люди живут в такой воне? Ужас просто. К сожалению, по самому городу у нас не получится проехать. Но вот едем по окраине. Покажу вам свои покупки из Краснодара, что я здесь купила. Некоторые покупки вообще непредвиденные. Ну, они, в принципе, все непредвиденные были. Ну, давайте по порядку. Я взяла две футболки по 700 рублей. Одна черная футболочка и одна такая вот приятного такого бежевого цвета. Ну, футболки такие брала посвободнее. У меня есть футболки, они не в облипку, как бы, но и не настолько свободные, как хотелось бы. Здесь очень жарко и, ну, хочется прям вообще что-то, либо все снять, либо что-то балахонистое такое на себя надеть. Вот. Взяла черную в 46 размере. Другого цвета такой модели не было. Мне очень понравилось. Ну, здесь обычная горловина, обычный рукавчик. Здесь низ вот такого плана, спинка длиннее, перед короче, и здесь по бокам небольшие такие разрезики. Состав 100% хлопок, производитель Турция. На ощупь очень хорошая ткань, хороший хлопок, плотный, не просвечивает. Но не настолько плотный, знаете, что аж иногда кажется, что он царапает, насколько плотный. Нет. Хороший, приятный материал, качественный. Мне понравился. Понравилась, короче, футболка, понравилось качество. Ну, вот обычная такая. В 46 размере взяла, чтобы была посвободнее. Конечно, можно было взять и 42 размер, и 44 чуть посвободнее. Но я взяла 46, чтобы она прям, ну, как типа оверсайз была. Так, следующую футболочку я взяла вот такого плана, красивого, такого бежевого цвета. Тоже 46 размер, производство Турция, 100% хлопок. Здесь горловина не обработана. Рукав подвернут немножко и прихвачен, чтобы вот не разворачивался, да, во время стирки, во время носки. Тоже взяла побольше, ну, здесь она стандартная, обычная. Тоже все хорошо, хорошее качество, 100% хлопок. Мне понравилась футболочка, приятная к телу и свободненькая. Так, это футболки. Следующее, что я вам покажу, я вам покажу вот такие топульки. Я взяла вот такие пляжные панталеты женские, цена 699 рублей. Девчонки, я бы их и не покупала. Вот это, как бы, получается непредвиденные расходы вообще, которые не планировались совсем. Я поехала и с собой взяла обычные шлепки, но в душ в них не пойдешь. Они все, во-первых, потом сохнут они долго. И я боюсь, что они у меня расклеятся. Уже сколько раз я в них в душ сходила, боюсь, что они расклеятся. Ну, а знаете, идти в душ, как бы, в общественный, да, грубо говоря. Да не грубо говоря, в общественный. И босиком не хочется там что-либо подцепить. Поэтому взяла вот такие. Но я брала с тем учетом, чтобы можно было, ну, где-то и дома там выскочить на улицу. Не знаю, симпатичные тапочки. Это не кожзам даже. Я не знаю, ну, что-то здесь типа под кожу. Но это далеко не кожа. Не знаю, какая-то штука прорезиненная или что тут. Не понимаю я, что это. Вот такие бирюлечки здесь симпатичные. Но они не приклеены. А здесь как они на клепочке. В 37-м размере. Ну, обычные. Девчонки, ну, конечно, ценник, да. Ну, капец. 700 рублей. Ё-моё. Вот, следующие. Следующие. 1500. 1539 рублей. Туфли открытые женские. Тоже в 37-м размере. Вот такого плана. Ну, подошва. Ну, как пластик, да. Я думаю, это пластик какой-то. Ну, как это обозвать ещё. Она не настолько хорошо гнётся. Здесь внутри у нас вот стелька. Такая ткань. Мягкая, приятная. Что-то по типу искусственной замши. Ну, конечно, это не замша. И кожзам. Мягкий, кстати. На ноге сидят они очень хорошо. Лёгкие-лёгкие. Удобные. Тоже взяла. Но это уже не в душ. Это так вот, если куда-то по улице ходить. Симпатичные тапочки. Почему бы и нет. Были такие же ещё, знаете, вот здесь для пальчика такая вставочка была. Но я не стала даже их и примерять. Потому что, ну, жарко, во-первых. И палец вот в этом дермантине будет потеть, будет натираться. Нет. Более открытая. Здесь, кстати, ещё вот тут для проветривания, наверное, дырочка такая. Вот эта штука, я не знаю, как она не прошита. Она, наверное, там внутри проклеена. Не знаю, насколько и хватит. Это, конечно, качество. Ну, сами видите, да. Желает лучшего. Ну, ладно. А что есть, то есть. Так, следующее. Потому что, как бы, я вот шлёпки с собой брала. И я же в них в душ вот ходила. И они у меня, понимаете, после душа, они даже не успевают просохнуть. И потом выходишь, если их влажные одеваешь, обуваешь, да. Песок или всё это туда налипает. Короче, вот пришлось. Пришлось. Ну, ладно. Ничего страшного. Следующее. Я взяла зубную пасту. 169 рублей. Моя любимая паста. Колгит Тотал с углём. Отлично отбеливает. Отлично очищает зубы. Налёт образуется не так быстро. Короче, мне очень нравится эта паста. Моя самая любимая у меня. Как раз я брала с собой другую пасту. Колгит. Она у меня заканчивается. Она отбеливающая, но она как-то мне не очень нравится. Ну, чистит, но не так, как хотелось бы. А это мой фаворит. Обожаю эту пасту. Так. И ещё я взяла на пробу за 94 рубля вот такую пасту White Claw для любителей кофе и чая. Там были представлены несколько видов зубных паст. Вообще у них вот перечислено, какие есть. В магазине были профессиональный выбор для любителей кофе и чая и два в одном с ополаскивателем для полости рта. Ну, внутри ещё шла дополнительно вот этот бутылёчек маленький с ополаскивателем. Здесь 24 грамма, 16 миллилитров. Вот такой маленький тюбичек. Ну, попробовать самое оно, если понравится. Можно будет потом смело покупать большие объёмы. Ну, вот я больших объёмов такой пасты пока не видела, только маленькие. Ну, вот попробую, потом вам, конечно же, расскажу, как мне понравилось, не понравилось и вообще. Так, что ещё взяла? Взяла вот такой крем несмываемый от Fructis за 293 рубля. Девчонки, я давно хотела попробовать этот крем несмываемый. Но, блин, на маркетплейсах смотрела, ну, какой-то ценник был конский. А здесь посмотрела, всего 293 рубля, объём 400 миллилитров. Ну, и, как бы, хвалили, мне рекомендовали именно вот этот Гараньер Афруктис. Именно вот этот крем несмываемый попробовать. Очень нравился девчонкам. Против выпадения волос, увлажняет, против ломкости, защищает от повреждений, против секущихся кончиков, укрепляет, разглаживает, облегчает расчёсывание, придаёт блеск без утяжеления. 10 в 1. Ну, не знаю, насколько вот это вот всё соответствует, но, конечно, попробуем экстракт яблока плюс ниацин. Ну, ещё раз говорю, попробуем. Без силиконов, ослабленные волосы, склонные к выпадению. Ну, всё, девчонки, пробуем, и потом уже дам вам свой отзыв. Ну, как раз вчера я в душ ходила, уже голову помыла, так что уже не попробую сегодня, не знаю, получится, не получится. Ну, короче, как попробую, сразу вам дам отзыв. Ну, и ещё непредвиденные расходы вам покажу. 99 рублей. Лин Мин. На пробу взяла именно вот эти, они были самые недорогие, прокладки. Дневные взяла, 3 капли, и взяла ночные. Здесь 4 капли. Девчонки, нормальные прокладки. Внутри у них чип такой, ну, такая пластиночка какая-то красноватая. Не знаю, что оно даёт. Ну, якобы с серебром. Не знаю, за 99 рублей с серебром, конечно. Ну, короче, девчонки, нормальные, хорошие прокладки. У них поверхность такая очень приятная. Не прорезиненная, то есть тело дышит, мягкая. Хорошо держится на белье. Вот она вот такая. Это не прорезиненная, она какая-то бархатистая, такая очень мягкая, как хлопковая. Ну, и вот, собственно, сам чип. Вот там внутри. Не знаю, что он даёт. Хорошие, вот ночные и дневные взяла. Так, всё. Вот и все мои покупки из Краснодара. Стоим, ждём погрузку. И пришли две кошки. Одна такая чёрная с белым, пушистая, пушистая. Она где-то там за кучу спряталась. Куча такая. И вот эта вот кошечка. Я сначала кинула кусочек хлеба. Она его просто не жуя съела, этот кусочек. Потом мы как раз обедали. И вот баночку консервную поставила. Помыла баночку консервную, водички ей поставила. И, ну, ничего такого дать ей нету. Я, знаете, ей два треугольничка сыра дала. Она их слопала, вон лежат эти бумажки. И хлеба ещё кусок дала. Вот она его почти доедает. Худая такая. А это ещё кормящая кошечка. Потому что у неё рассосанная она вся. Вообще, мне так её жалко. Она такая ластится прямо. Я по голове погладила. Она аж на задние лапки встаёт. Жалко меня. Жарко. Бедненько. Кисонька. Кисонька. Такая красавица. Божечка. Почему выкидывают таких беззащитных? Кисонька. Где твоя подружка? Девчат, мы в Новороссийске с утра. Дождь такой лил. Сейчас погода разыгралась. Жарко. Мы тут на разгрузку приехали. Я уже сбегала в фикс прайс. Вон, мы стоим, разгружаемся. Слышите вот этот стрёк от... Кто это? Цикады, кто это? Капец, грецкий орех растёт. На улице персики. Красота. Вот это я не знаю, что за дерево. Тут какие-то орешки на нём росли. Какое, не знаю. Всё в деревьях. Красота. Блин, и резко так жарко стало. Дождь шёл, холодно было. А сейчас жарища. Жарища. Дом какой интересный. Пока разгружались, я сбегала в фикс прайс. Ну, надо было мне. Покажу, что я тут прикупила. Так, тут у меня чек ещё был. Так, взяла набор вот таких резиночек маленьких. Я уже покупала такой нормальный. Но они у меня давно и уже подрастянулись. Вот здесь четыре штучки. Шестьдесят девять рублей наборчик. И вот такие вот резинки взяла. Они мягкие. Волосы, ой, не ломают. Там были разные расцветки. Я такие взяла. Там были с жёлтым что-то и с розовым. Ну, взяла вот такие вот нейтральные. Здесь получается шесть штучек. Тоже шестьдесят девять рублей. И вот эти резиночки, они тоже были разных цветов. Ну, такие тоже нейтральные взяла. Так, дальше я взяла ещё вот такие зажимы для волос. Пятьдесят пять рублей. Здесь шесть штук. Сейчас покажу. Они металлические. Вот такого плана. Они без зубчиков. Ну, крепкие. Хорошо держат. Знаете, когда или укладываешь волосы подколоть надо, да? Или так дома подколоть. Хорошие зажимчики. У меня пластиковые были. Где-то один несколько сломалось. Один потерялся. Не могу найти. Взяла. Так, следующее, что я взяла. Дорожные флаконы. 149 рублей. Набор. Вот тоже, как никогда, актуален. Таскать вот эти большие боди. Шампунь, там, маску или ещё что-то. Гель для душа. Вот вообще неудобно. У меня вот гель для душа не было маленькой бутылочки. Пришлось тащить большой бутыль. А он как бы, ну зачем? Ты весь его не используешь. И только место занимает. А здесь удобно. У меня вот были маленькие такие бутылочки. Одна, по-моему, у меня из-под соевого соуса. Такая с пробкой. Я шампунь туда налила. А другая из-под бальзама какого-то. А, из-под жидкого мыла. Тоже маленькая такая. Я жидкое мыло вылила дома в дозатор. А эту штуку взяла. Ну, неудобно. Потому что нет дозатора. И для волос этот бальзам неудобно оттуда доставать. А здесь большой набор. Сейчас достанем, посмотрим. Так, в набор входит два вот таких флакончика. Кстати, здесь, наверное, написано объем. Да, два флакона с дозатором 80 мл. Вот такие удобно. И шампунь, и бальзам, если использовать. И как раз достаточное количество. Так, один вот такой флакон. Здесь можно или тоник какой-то, ну что-то такое жидкое, да, налить. Тоже 80 мл. И получается... Вот написано лопатка для крема. Ну что-то... А нет, вот здесь что-то еще есть, наверное. Да. Одна лопаточка вот для крема. Вот такая вот леечка. Ну, чтобы наливать в дозатор что-то, а не пролить. И получается три емкости по 10 мл для крема. Вот. У меня вот как раз хотела с собой взять бальзам для волос. И вот там надо совсем вот крошечку. И у меня не было ничего такого, куда его можно было бы положить и взять с собой. А вот такие баночки вот вообще бы было замечательно. Короче, классный набор. Теперь у меня будет с чем поехать. И сама вот эта косметичка тоже удобная. Места много не занимает. И вышло бы намного меньше банок, бутылок, чем я с собой сейчас взяла. Если бы у меня этот набор был раньше. Когда я искала в экспрессе, их не было. А здесь я нашла. Так, дальше я что взяла. По 99 рублей вот такие вот трусишки взяла. 46-48 размер. Ну, я люблю, чтобы посвободнее, чтобы нигде ничего не давила и не терла. Состав 95 хлопок и ластан. Хороший. Я такого плана уже брала. Мне они очень понравились. И вот увидела. Ну, я брала по 149 рублей. А это 99. Ну, там было всего двое. Вот такие беленькие. Вот размер, который мне нужен. И серенькие. Серенькие я уже использую. А беленькие, новенькие лежат. Классные. Мне они понравились. И под одеждой они выделяются за счет вот этого кружева. И кружева оно такое нежное. Хорошие. Это вот зад. И здесь также хлопковая ластовица. Все аккуратненько, все прошито. Короче, классные. Мне понравились. Ну, вот, если бы их там было больше, я бы взяла еще. Но всего двое были. Серенькие и беленькие. Вот такие. Взяла вот такие салфетки из микрофибры для очков. 99 рублей. Здесь в наборе три штуки. Они там разных цветов были. Я думала почему-то, что они будут, знаете, ну, набор салфеток из разных цветов. Но нет. Там были серенькие, розовые и бежевые. Ну, вот такого плана. Я бы, конечно, взяла лучше серенькие. Но так как я думала, что они будут здесь разные, я взяла такие. Ну, какая разница, в принципе. Хорошие салфетки. Нормальный размер. Такие они прямоугольные. Плотненькие. Здесь немножко такая гладкая сторона. А здесь такая более, как, мягкая. Вот три штучки. Протирать очки. А то постоянно, знаете, труиды салфетками или полотенцами бумажными. Так уже футляр положил. И всегда с тобой. Повторила покупку. Это вот такой гель для душа. С ароматом дыни. А здесь 750 миллилитров. Цена 270 рублей. Дешевле он на скидке был. Я покупала первый раз. Он дороже стоил. 299, по-моему, он стоил. Классный. Вообще обалденный гель для душа. Он очень приятно пахнет. Экономичный. Пенится. Кожу не сушит. Очень мне понравился. Поэтому я повторила. Видела еще где-то были. Девчонки показывали клубничные. Но мне нигде клубничные не попадались. У нас изготовитель. Кто? Испания. Хороший. Классный гель для душа. За 59 рублей взяла вот такую восстанавливающую присыпку. Для поврежденной кожи. С салициловой кислотой. Вообще я взяла для шугаринга. Думаю, подойдет. Но не знаю. Посмотрим, что у нас тут восстанавливает. Поврежденную кожу. Активные ингредиенты поддерживают кожу в нормальном функциональном состоянии. Способствует быстрому заживлению и регенерации кожи при повышенной нагрузке. Улучшает внешний вид. Ну, короче, попробую. 100 грамм. Здесь бутылочка надолго хватит. Взяла вот такой антиперспирант стик. Нивея. 199 рублей. Я уже попробовала. Мне понравился. Хороший. И как-то он на одежде сильно не оставляет. Пятен. Ну, мне понравился. Классный, приятный. Такой нежный, легкий запах. Не навязчивый. Не перебивает. Ни парфюм. Ничего. Мне понравился. Хороший. Здесь объем. 50 миллилитров. И вот такой. За 174 рубля. Рексона. Невидимый эффект. Взяла. Ну, обычная Рексона. Что тут говорить. Рексона и Рексона. Здесь 30 миллилитров. Так. И что? И все. Это все, что я купила в Фикс Прайс. Так. Я пошла на улов. Муж тут где-то нарвал вот таких ягодок. Или фрукты-то. Или ягодка. Я не знаю, что. Блин. Они такие вкусные. И вот я пошла. Еще хочу порвать. Понравились. Может, их есть нельзя. Мы как дикари. Мы такого не видели. Так. Вот они эти. Нет. Здесь что-то другое. Это другое. Вот. Я вам покажу сейчас. Может быть, кто-то знает, что это такое. Вот это дерево. Вот эти плоды растут. Что это? Как называется? Что это такое? Как маленькие абрикоски. Очень вкусные. Смотрите, что я нашла. На этом дереве. Ой. Смотрите. Как тут подвесится. Получается. Улитка. Какая огромная улитка. Обалдеть. И тут же ежевика. Я уже маленько тут натеребонькала. Ежевик. Мусору, конечно, понакидали. Блин. Вообще. Так вот. Девчонок в телеграме спросила. И пока вот записываю видео. 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 Мне девочки ответили, что это алыча. Блин. Вкусная. Идем к моречку. Правда, время уже вечер. Что это за дерево? Это что, кедр? Это кедр? Ну, шишки как у кедра. А вон шишки лежат. Надо подойти посмотреть. Там речной порт, наверное. Новороссийский морской торговый порт. Морской вокзал. Морской ночи. Мне кажется, что это херти. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...